Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 июня и вот значит прошло уже полтора месяца, как я высадила эти томаты в теплицу. Закончила высаживать и в открытом грунте. И сейчас можно уже поговорить об основных ошибках, которые мы допускаем при выращивании томатов. Особенно это касается новичков, начинающих огородников. Потому что мы все проходим через эти ошибки, но если мы уже знаем об этом и стараемся не допускать, то первый, второй, даже третий год у каждого встречаются эти ошибки. Я вот сейчас могу выделить пять основных ошибок при выращивании томатов. И хочу заострить ваше внимание, что все эти ошибки происходят из-за избыточного внимания к растениям. Вот существует же выражение «залюбить» слово. Вот получается, что начинающие огородники вот из такой, из любви, из чрезмерной заботы к томатам совершают самые-самые главные ошибки, которые нельзя допускать в выращивании этих растений. Я сейчас перечислю прям все по порядку, потом про каждое расскажу, но все это избыточность. Вот смотрите, самый первый и самый главный – это избыточная влага, то есть избыточный полив. Часто поливаем. Почему нельзя, расскажу. Второе – избыточное содержание азота в грунте. То есть, опять же, мы очень много туда добавляем азотосодержащих, там, перегной, навоз, всякие удобрения, чтобы растения были потолще, пожирнее. Это тоже одна из самых главных ошибок. Потом, избыточное увлечение подкормками, избыточные подкормки, необдуманные подкормки. Это тоже из любви к растениям, получается, наоборот, обратный эффект. Иногда растения погибают, и начинающий огородник даже не знает от чего, потому что было очень много, много компонентных. Это третье. Четвертое – это избыточная численность, загущенность. Хочется посадить побольше, что с ними делать, потом мы не знаем. В начале сезона, вроде бы, кажется реденько, потом они разрастаются. Это тоже избыточность, но с этим можно побороться. И пятое – это избыточное, чрезмерное, необдуманное удаление нормальных здоровых листьев, лишение растения, которое лишает растения нормальной жизни. Все процессы нарушаются. Сейчас начнем все по порядку. У нас изменилась погода, прям ветерок будет сегодня, опять передали дождь и град. Если сегодня будет град, это будет четвертый за сезон. Так, перелив. Про перелив я уже говорила. Почему нельзя много поливать? Как это влияет? Я уже говорила, что это даже влияет на вкус плодов. Если вы будете постоянно много поливать воды, и будет повышенная влажность, то будут и плоды кислые, могут трескаться. Но вот сейчас, в начале сезона, перелив тоже очень плохо влияет. Корневой системе, вот я уже рассказывала, что когда вот эта влажная почва, там недостает вот этого кислорода, там все вот этой водой, грунт называется как клеклый, там нет воздуха, он весь мокрый. Корневая система не дышит, могут даже отмирать какие-то части корневой системы. И очень часто при переливах наступают и корневые гнили, и все заболевания. Не буду углубляться, знаете только, что переливать нельзя. И я уже делала специальное видео, что томаты любят обильный, но редкий полив. И когда я читаю в комментариях, что я поливаю каждый день, но почему-то вянут макушки, так они, может быть, и вянут от того, что там уже корневая система недостаточно. Ну, короче, перелив, это очень, про вялые макушки отдельно буду, а то я сейчас уйду в эту степь. Перелив, это очень плохо поливать раз в 5-6 дней, и когда говорят, что я поливаю каждый день, потому что вот почва высыхает, у нас жарко, никогда не поверю, при любой жаркой температуре, если вы поливаете обильно один раз, на следующий день, за один день, ну, не может высохнуть весь этот объем воды, который вы налили, вот хоть при капельном поливе. Конечно, в теплице и в открытом грунте ситуации разные. Если там идет дождь, если приливные дожди, тут уже я ничего не буду даже говорить, что и у нас такое бывает, но мы терпим, перелив так перелив, из-за этого бывает и растения страдают, но это капризы природы, но самим не нужно создавать лишние проблемы для своих растений, перелив нам не нужен. Второе, избыток азота в грунте. Избыток азота в грунте мы обычно добавляем всегда сами, потому что очень редко бывает грунт такой жирный, такой азотосодержащий, он, ну, по природе мало таких грунтов, обычно мы добавляем перегной, добавляем навоз и конский, и коровяк, и все на свете, потом еще добавляем и карбамид, туда подмешиваем при посадке. С азотом нужно контролировать вот эти свои действия. Если вы весной в лунку что-то добавили, в течение сезона больше ничего не добавляйте. Азот применяем только в случае, если растения ослабленные, желтые, такие хилые, но это бывает один раз. Весной сделали, они оправились и все. Ведет это к жированию, так же как перелив, много будете поливать, растения будут вот так вот здоровые, жирные, в ущерб к цветению и плодоношению. То же самое азот. Избыток азота тоже приведет к жированию, в ущерб к цветению и плодоношению. Я уже про это, про все рассказывала, что будут они у вас красивые такие на загляденье, но будет мало плодов. Каждому пункту было отдельно видео посвящено, и кто смотрел, все это знают. Потом подкормки, избыточные подкормки, но это я уже говорю вообще, по-моему, в каждом видеоролике, что лучше не докормить, чем перекормить. Не нужно подкармливать необдуманно, не систематически, не в соответствии с фазами развития растений, вот приведу в качестве, опять, примера бор. Если бор сказано, что три раза за сезон, не больше, бутонизация, светение, завязывание плодов, не надо опрыскивать и опрыскивать. От этого урожая в два раза больше не станет, будет только хуже. Как уже я говорила, что бор в больших дозах, он может быть и вреден. Про подкормки все мы уяснили. Несколько основных, не более пяти, достаточно за сезон. И дополнительно, это опрыскивание микроэлементами, опрыскивание янтарной кислотой, различными там, можно, витаминки. Ну вот, короче, вот эти десертики. Не нужно каждый день и через день все это опрыскивать, поливать, подливать. Вы потом не будете знать, что у вас на столе, и не будете знать, от чего растение крутит листья. Иногда крутит листья, и вот эти макушки вот так вот заворачивает от переизбытка, вот всех этих, от перенасыщения. Это тоже не очень хорошо. Потом загущенность. Чрезмерное количество. Вот если нам хочется втолкать больше, 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 много. Вот у меня в этой теплице 140 томатов. Это очень много для нормального огородника, для начинающего. Потому что я про все про это говорила. Если вы будете много высаживать томатов, то нужен за ними контроль почти ежедневный. Это и удаление пасынков прямо через 2-3 дня, и вот это вот так прореживание, кроны, и все. Короче, если вы начинающий огородник, и если вы еще недостаточно овладели вот этими всеми агроприемами, как усмирить вот эту буйствующую вот такую ораву 140 в одной теплице, то же самое на улице. Первые годы не садите часто. Если вы посадили по 2 томата в одну лунку, то какое-то количество. То, за которым вы сможете ухаживать, тем более, если вы работающий огородник, если приезжаете раз в неделю, загущенные посадки не дадут вам большого урожая без надлежащего ухода. За ними нужно следить. Вот у меня сейчас они разрослись, все полная теплица. Но я хожу и каждую неделю проверяю, удаляю все лишнее, чтобы они не затеняли друг друга, чтобы они не мешали друг другу, чтобы они чувствовали себя комфортно. И вот из этого вытекает еще одна тема удаления. Я вот говорила, что вовремя я удаляю, вовремя прореживаю. И еще одна из ошибок, тоже таких, ну серьезных, это чрезмерное, необдуманное, лишнее удаление здоровой листвы у томатов. Вот когда люди насадят, навысаживают густо-густо, видят, что они разрастаются, ну куда деваться, они начинают стричь все подряд. Но удаление листьев, я тоже была в отдельное видео, это тоже как своя система, это можно сказать как искусство. Вы должны подойти, вы должны оценить. Мы всегда удаляем только нижние, которые желтеют, которые вот такие старенькие, или которые совсем мешают растению. Но ни в коем случае нельзя вот просто идти и какие попало остригать. Помните, что листья это один из самых главных органов растения, который не менее важен, чем корень. Вот смотрите, для примера, если будет цветочная кисть, удалить все листья, будет корень и цветок. Как вы думаете, будут у вас помидоры на лысом, на таком растении вырастут или нет? Я думаю, каждый вот так вот подумав, согласится, что нет, не вырастут, потому что в листьях у нас фотосинтез. В листьях у нас вот эти все питательные вещества, которые корень поднимает, они все перерабатываются в удобоваренную вот такую форму, из которых вот уже создаются эти плоды. Листья удалять вот прям все скопом и много, и сразу здоровые ни в коем случае нельзя. На каждой из этих пунктов у меня было видео, каждая тема отдельно освещена. Но вот сейчас, когда уже сезон высадки закончился, я хочу вам сказать, что вы прям по пальцам запомните самое главное. Нельзя переливать, нельзя азотом перекармливать. Весь сезон не нужно добавлять азота. Растения прекрасно без азота растут. Нельзя чрезмерно увлекаться подкормками, лучше не докормить, чем перекормить. Нельзя сильно загущенные посадки делать, если вы не знаете, что с ними потом делать, если вы еще недостаточно опытны в этом деле. И нельзя ни в коем случае удалять здоровые, сильные листья с растением. Этим вы их ослабляете, вы вводите их в стресс. Я уже в видео говорила, что по два, по три листика за один заход, только нижние. Вот созрела, кисть налилась, можно тогда дальше продвигаться. И только после того, как кисти уже будут налившиеся. А вообще, конечно, в выращивании томатов нет ничего сложного. Посадил, поливай раз в неделю, опрыскивай раз в две недели какие-то обработки, пасынки удаляй. Все это очень простые такие правила. Если чрезмерно не увлекаться подкормками, обрезками, поливами, вы поняли, сколько лишней работы мы делаем, которая вредит растению. И иногда нужно держать себя в руках, даже если хочется что-то сделать. Подумайте перед тем, как лишний раз подкормить, лишнее обрезать у растения. Может быть, пойдете и сделаете что-то другое. Вот соблюдая вот эти правила, вы поймете, что очень много времени у вас освобождается, когда вы ничего лишнего делать не будете. И растением хорошо, и вам приятно. Лишний раз можно заняться чем-то другим. Все вот эти вот правила, все основаны на том, что чрезмерно уход лишний делаем. В два раза больше, чем нужно им. Они от этого страдают. А мы иногда не понимаем, мы думаем, что делаем их хорошо, а делаем наоборот плохо. Пересмотрите свое отношение к растениям. И может быть, некоторые процедуры вам не нужно делать на этой неделе. Отдохните. Все. С вами была Ольга Чернова. Не будем залюбливать своих растений. Они без нас живут очень хорошо. До свидания.